Всем привет, друзья! Пока у нас начинается наш прямой эфир в Instagram, и он рассылает сообщение о том, что этот эфир начался, для тех, кто смотрит это видео в YouTube, у нас под этим видео внизу ссылки прямые на этот аккаунт, и здесь у нас именно прямые эфиры. Так что бесполезно писать комментарии в YouTube, присоединяйтесь к нам здесь, в аккаунте в Instagram. Здравствуйте, друзья! Здрасте! Всем доброго времени суток! Надеюсь, что у нас с качеством эфира всё будет хорошо, с вашей стороны, с картинкой и звуком. Если вдруг что-то будет не так, то просто мне скажите об этом, мы перезагрузимся. Вот. Ну, для того, чтобы времени не терять, я сразу жду ваши вопросы в пределах тематики, и мы разбираем ваше сновидение в прямом эфире. Здравствуйте, качество! Ну, я надеюсь, что вы имели в виду, что оно хорошее. Добрый вечер! Здрасьте всем! Здрасьте! Здравствуйте! Привет, привет! Сразу жду ваш комментарий. Напоминаю, что у нас полчаса обычно наш стандарт в эфире, потому что потом мы перезагружаем это видео на наш канал на YouTube. Так, сейчас вот первое увидела, остановила. Стояла в реке, сзади подходит незнакомый мужчина. Я залезла ему на спину, чтобы перенёс меня через реку. Он был не против. Ну, смотрите, здесь такая связка есть. Символы незнакомого мужчины, то, что вы стояли в реке, то, что вы залезли ему на спину, и то, что он вас перенёс через реку. То, что незнакомый мужчина. Здесь два варианта. Незнакомцы. Как я уже много раз говорила, но я знаю, что у нас в аккаунте очень много новеньких. Незнакомцы – это действительно могут быть незнакомые люди. И очень часто во снах незнакомцы означают людей из будущего. То есть тех людей, которые вы на момент сна не знаете. Потом то, что вы залезли ему на спину, это означает, что... Я, кажется, видела ваш комментарий, и вы его там разбирали или пытались разбирать. Уж не знаю, остались ли вы удовлетворены. Всё, что несут на спине во снах, для того, кто несёт – это некая тяжесть. Ну, то есть надо что-то выдержать. Но для вас, в вашем случае, у вас же идёт здесь от вас сон. Это указание на то, что вам помогут перенести через реку. Большинству людей снится то, что они сами каким-то образом переправляются. Это означает, что в определённой ситуации в жизни они должны будут точно так же сами действовать. Вот те люди, которые им снятся во сне, они будут каким-то образом присутствовать при этом. Но у вас даже вы не взяли за руки, то есть не на пару делали что-то, а вы просто на нём проехали. Вот когда так говоришь, то же самое, но другими словами. Вы больше так поймёте. Вы на нём проехали. Ну, то есть за счёт его какого-то ресурса, причём он может быть совершенно разный, эта помощь может заключаться в чём угодно от этого человека. Это конкретный персонаж. Это не какая-то символика. Это будет конкретный человек. И вам нужно будет решиться на какое-то действие. Когда переходят с одного берега на другой, это достаточно значительные изменения, качественные изменения. Потому что два берега – это как две разные жизни одного человека. Вот понимаете, перейти с одного на другой – это значит, что многое изменить в жизни. Вот вы за счёт его ресурсов сможете сделать эти изменения. Но я так понимаю, что он был не против. Точно так же будет не против и в жизни. Так что это помощь от другого человека за счёт его ресурсов. Может быть, за счёт, допустим, денежных. Может быть, за счёт того, что он сможет вам помочь в решении каких-то вопросов. Может быть, за счёт того, что просто он всё сам сделает для вас. Ну, а там уже по погоде. Погода – это символ времени. Вспоминайте, какая была погода. Вот при таких же обстоятельствах все эти события тоже произойдут. Если было – это понятие о погоде. Если не было – это значит, что ситуация вообще касается большого какого-то периода времени. То есть она не одномоментно решится, не за один день. А если была погода, значит, будете знать время. Напомните тему, пожалуйста. Тема сны. Это аккаунт о сновидениях. У нас на проекте просто много аккаунтов. Ну, не много, несколько. Это аккаунт о снах. Подскажите, пожалуйста… Привет, Алёна. Так официально обращаешься. Подхожу к дому мамы, и на клумбе растёт большая красная роза. Цветок один. Красная роза – это женщина. Ну, вот в данном контексте. Одна женщина. И то, что красная роза, она же расцвела, это значит, что у какой-то женщины в доме мамы будет хороший период для какой-то женщины. Допустим, если мама живёт одна, то это касается только мамы. Если есть кто-то ещё в семье, девочка, дочь, это касается этой девочки, дочери. Потому что здесь указание не на чувства другого человека. Вот у нас сонники, допустим, если смотреть символ цветов, все цветы, первая, основная характеристика, которая их касается, это указание на чувства, которые испытает человек в определённой ситуации. И чаще всего эти эмоциональные порывы такие, они касаются взаимоотношений в личной жизни. Чаще всего, но не всегда. Потому что с учётом того, какой был цветок, можно по его характеристике понять, каких отношений касается. Две гвоздички, вы сами понимаете. Но если мы не берём Европу, потому что это персональный символизм, он касается больше культурного кода. В некоторых странах чётное количество цветов – это норма. А не чётное, наоборот, как в большинстве стран СНГ, оно указывает на то, что прощаются с кем-то. Вы понимаете, о чём речь. Если мы сейчас говорим о бывших странах СНГ, у того, у кого менталитет с СССР, вот наш славянский, допустим, то чётное количество цветов, если кто-то кому-то дарит или несёт, это означает, что прощаются. Но чаще всего снятся гвоздики в этом случае. Если, допустим, ромашки снятся, это какие-то сомнения. Почему? Потому что у нас на подсознательном уровне гадание любит-не любит. Помните? Вот, казалось бы, мелочь, но для подсознания она играет роль. Также все цветы являются ещё указанием на время реализации. Есть цветы, которые расцветают, их выращивают, их продают, их дарят, их получают. Только в определённое время, пары, года. Например, осенью там хризантемы, да? Нарциссы, ну, весна ранняя. Нет, наверное, средняя. Не знаю, как сказать, посерединке. Мимозы, ранняя вообще весна. Потом там ландыши, это май. И так далее, и так далее. Многие цветы дополнительно, не однозначно, а дополнительно, ещё и указывают на то, когда это событие произойдёт. Хризантемы, допустим, осенью. Ну, вот те цветы, которые выращивают на продажу в оранжереях, чаще всего розы, здесь больше указывают на, если как символ времени, они могут указывать на те периоды, когда такой цветок либо расцветает, либо когда их чаще всего дарят. Дарят вам. Вот, поэтому здесь ещё есть и указание на символ времени. Но я с чего начала, и вот к чему всё это рассказала. Последовательность рассуждений, что вы видите это на клумбе возле дома мамы. Поэтому здесь касается цветка, который расцвёл в доме, в семье мамы. Это касается одной какой-то женщины. Если с цветком было всё нормально, это период её расцвета в чём-то может касаться и личной жизни, потому что розы практически всегда указывают на чувство влюблённости, эйфории. Очень часто, когда кто-то с кем-то начинает встречаться, очень часто, когда это всё заканчивается, допустим, браком. Ну, или какими-то переменами в личных отношениях. Так, что тут написали? Поддержные окончания непонятны, я не буду зачитывать, потому что собью с толку вас и сама собьюсь с такой. Так, это тоже что-то, вы что, собирать мелочь по ковру? Друзья, у меня к вам просьба. Вот я четвёртый комментарий читаю, они написаны так, что я не могу понять смысл, потому что буквы не те, слова вместе. И подержное окончание неправильное, ну, смысла не понять, а переспрашивать, это мы будем всех заставлять ждать. Так, очень часто снится младшая дочка в водоёмах, либо тонет в бассейне, либо под лёд уходит, я всегда её вытаскиваю, не понимаю, почему так часто снятся такие сны, а я вам расскажу. Вы, наверное, у нас на новенького, я имею в виду на проекте, я вам расскажу. Вот смотрите, дети для нашего подсознания это результат отношений между мужчиной и женщиной. Я не буду сейчас перечислять все варианты, потому что, допустим, могут сниться чужие дети, могут сниться во сне незнакомые дети, но вы их во сне знаете, что это ваш ребёнок, при том, что в реальности такого нет. Могут сниться дети во сне, вы знаете, что они с вами, но вы не знаете, кто это. Третий вариант. И четвёртый вариант, когда вам снятся реальные ваши дети. Так вот, большинство снов, у нас недавно, кстати, был пост, я тоже рассказывала об этом, когда родители либо их бьют, либо их спасают, а с ними что-то случается, это чаще всего указывает на отношения между биологическим отцом и мамой этого ребёнка. Получается, что это не к ребёнку относится. Почему? Ну, с большой долей вероятности, я просто не могу вам сейчас задать дополнительные вопросы, я говорю именно, что это не девочки касается, потому что вы написали, что это младшая дочка. Младший ребёнок, вот если есть один ребёнок, то будет сниться этот ребёнок, и через него будут видны отношения между родителями. Если детей несколько, будет сниться младше, потому что эмоционально дети до определённого возраста под полной защитой родителей должны быть. Ну, многие то ли не знают, то ли не понимают, но к детям относятся так, как будто они эмоционально спарринг-партнёры, понимаете, вываливают на них всё. Нет, дети до определённого возраста должны быть просто под эмоциональной защитой родителей. Поэтому для подсознания это тоже норма, потому что подсознание воспринимает то, как чувствует себя ребёнок. И для подсознания ребёнок – это качество отношений между папой и мамой. У вас младшая дочка, то есть это правило здесь, получается, присутствует уже. Это первое. Второе. В водоёмах не один водоём, а несколько. Если бы это был один только сон, я бы начала с учётом опыта всё-таки рассматривать вариант, который касается дочки. Но вы написали, что это серия снов. А он не может… Серия не может касаться одного эпизода. Серия касается состояния не события одного, а состояния, которое может вызывать причинно-следственные связи и каскадную реакцию в событиях. То, что она тонет, либо под лёд уходит, это означает, что вы тонете в своих отношениях из-за того, что происходит между вами и папой-дочкой. И это происходит уже на момент сна. В большинстве случаев лёд и зима, они снятся именно тогда, когда у человека обострённое ощущение одиночества в личной сфере наступает. Потому что, если было одиночество и осталось одиночество, ну, допустим, человек свободен, да, ему так время от времени общество напоминает, ну, ты один, ну, как бы там тебе не одиноко, ну, ты один, одинокий, да, и он так про себя сидит и думает, одиноко мне или не одиноко? Вроде ничего так не чувствую, пока нормально, не тянет там замуж или жениться, да. Но именно, когда есть этот переход, когда были отношения, и они каким-то образом прекращаются, по любой причине, человек начинает испытывать ощущение одиночества. И вот в эти моменты очень часто снится лёд. Лёд, зима и ощущение холода. Когда нет ощущения холода, многие сны про зиму являются тоже символом времени. То есть вы видите какое-то событие, которое будет происходить зимой. Когда ощущается холод, это всегда касается эмоций. И практически в 90 случаях они означают эмоциональный холод из-за действий и событий в разрыве отношений с партнёром. Вот у вас, у вас здесь 4 символа. И если взять их в совокупность, это указывает на то, что вы этот холод чувствуете в жизни с отцом этой девочки. Ну, дочке своей. С мужем. Получается так. И вот то, что вы её всегда вытаскиваете, это значит, что в жизни именно за ваш счёт латаются дыры в ваших отношениях. Это вы тащите отношения. Не он, а вы, если вы вдвоём вас не тащили, это значит, что вы вдвоём боретесь за ваши отношения. А вы одна это делаете. Вот это всегда её вытаскиваю. Ну, это значит, что каким-то образом до сих пор вам удаётся налаживать отношения. То есть, что-то ломается, а вы чините. Не понимаю, почему-то часто такие сны. Повторяющиеся сны снятся тогда, когда ситуация не реализована до конца. Ну, то есть, она ещё и дальше будет повторяться. Ну, я надеюсь, я всё объяснила. Тут много очень символов, которые всем пригодятся. Поэтому я так подробно. БМ во сне сказал, что мне едет в подарок фиолетовый Пежо. Сегодня прислал деньги на подарок дочке. Это они и есть фиолетовый Пежо? Я думаю, что да. Но это каким-то образом это личная символика. вы... Вот смотрите, у каждого человека подсознание, когда вы видите сон, оно собирает из элементов вашей памяти информационный блок. Оно не нахватает чужой информации. Информация может быть внешней. И оно её использует, подсознание её использует для того, чтобы вам передать какую-то информацию. Но чаще всего оно и касается внешней информации. но очень большой объём информации в подсознании, во время сна, во время сновидения, он образуется за счёт ваших личных персональных данных. У вас или какая-то ассоциация личная есть, или вот вы в последнее время что-то видели, и эта информация, она просто якорем стала, меточкой такой. И вот через эту метку пришла эта информация. но я думаю, что подарок дочке это указание на фиолетовый пижо. Что-то было в этот момент фиолетового цвета и связано с каким-то движением, и для вас это была подсознательная реализация. Так, вот девушка Диана, мастырюк. Вы знаете, что так не надо писать сны. Вы несколько сюжетов просто через запятую накидали. А надо просто спокойно написать один сюжет, потом второй. Я уже скажу, проговорю для всех, потому что новеньких много. Когда вы пишете сюжет для того, чтобы его расшифровали, и для себя тоже в дневнике снов, пишите четыре основные вещи, где все происходило. Можно так будет понять сферу жизни, которая касается сюжет сна. Персонажи сна это второе, потому что эти люди прямо либо косвенно будут участвовать потом в ситуации. Третье. Эмоции, потому что эмоции не шифруются в символы, они дадут очень много базовой информации для расшифровки. И четвертое. Чем все закончилось? А вот это вот перечисление символов, вы символы можете сами посмотреть в соннике, потому что мне тут разгадывать нечего. Тут нет сюжета сна. Здравствуйте. Что означает во сне татуировка на левой руке? Круглая. На самом деле татуировок нет. Вот это не очень часто встречающийся символ, но я все-таки его вижу в ваших комментариях. Я о нем расскажу, потому что татуировки как знаки на теле, как родинки на теле. Я сейчас про символы снов, про шрамы на теле. У них есть такая общая характеристика. Если вы будете ее понимать, вы будете понимать, что происходит в жизни. Вот смотрите, когда набивают тату в жизни? очень часто для того, чтобы оставить такой след на теле о том, что человек пережил. Понимаете? Это последствия какого-то события в жизни. Важного. Эмоционально обычно важного. Вот человек хочет о нем оставить навсегда воспоминания. Через вот этот знак на теле. Потому что это уже то, что принадлежит ему. Некое событие, которое принадлежит его прошлому. То есть является частью его судьбы. По самому виду татуировки, по тому, что рисуют, что изображают, какой знак остается, она обязательно будет иметь связь с этим событием. Обязательно. я ее не видела, поэтому в принципе-то татуировка все равно вот как и для предыдущего комментария. характеристика следующая, что это будет ваша персональная информация о каком-то событии. То есть вы быстрее поймете. Общую характеристику я поясню. Но то, что это однозначно связано с вашей памятью и с тем, что с вами произошло. Это прямой ключ к тому, чтобы вы поняли, что это за событие. То, что она на левой руке и круглая, ну, в данном случае, в таком контексте, левая рука, она касается того, что связано было с каким-то человеком, который был у вас на сердце, левая сторона. Тоже здесь символика. А то, что на самом деле татуировок нет, в данном случае не играет роли. Ну, это же символ сна. Ну, спасибо, что пояснили. Правильно, все, что касается тела, надо пояснять. Нашла очень интересную, большую, старинную монету. Хотела выбросить, но кто-то сказал сохранить. Символы денег вообще очень интересные, очень информативные. Я практически никогда, кроме нашего сонника, который, напомню, он составлен на анализе сбывшихся снов, я нигде вразумительного никогда ничего не встречала. Деньги очень часто означают деньги. Так или иначе, деньги всегда связаны с какими-то расчетами. Вот так, чтобы символ денег не имел отношения к финансам, я такого не встречала. Все равно для подсознания денежные знаки любые, но там уже дальше характеристика идет, они имеют отношение к деньгам. Есть для монет, сейчас большие, крупные деньги мы не берем, разделяем эти символы для того, чтобы добраться все-таки для определения монет, потому что монеты снятся часто, много, многим и в разные периоды жизни. Вот понимаете, основная характеристика монет какая, что это небольшое достоинство денег, мелкие. Если мелких денег много, то это значит, что ну как бы из разных источников может быть, да, или разными партиями, но каким-то образом к вам придут эти деньги. Следует еще различать тот факт, вы отдаете монеты или получаете. Это тоже другое, но здесь не об этом. Это для того, чтобы вы на это обратили внимание, когда вы будете читать в нашем соннике характеристика есть, но у вас старинная монета. Старинная монета, здесь характеристика такая новая, новый, да, современная, современная, старинная, старая, то есть это указание отсыл к прошлому, но если она ценная и старинная, это значит событие, которое связано с финансами, деньгами, но это событие имеет начало, корень в прошлом. Другими словами теперь обобщаю. Событие, которое будет связано для вас с деньгами, когда вы найдете какой-то способ получить какие-то деньги или возможность получить их в будущем, но они имеют отношение к тому, что было раньше. Сначала вы подумаете, что я не буду связываться, может быть, это мелочь какая-то, но вам кто-то подскажет, чтобы вы остановились и оставили для себя этот вариант, и вы согласитесь. так. Часто снится сон. иду рядом с морем и начинается шторм огромный такой, я ухожу от него и просыпаюсь. Ну, знаете, сейчас шторм это категория сновидений, которые снятся практически всем и чаще всего по одной простой причине. Символизм волна пандемии сейчас для нас стал современным символом. То есть, когда вы видите такие 9 баллов по шкале и море или океан, это чаще всего касается пандемии. И то, что вы видите и смотрите на это со стороны, точно так же в жизни, вы воспринимаете со стороны информацию о том, что происходит. Эмоционально она вас волнует. Вот многим сейчас это снится. Что для себя решать, когда такое снится? Очень важно, где были во сне в этот момент вы и чем все закончилось. Затронула вас волна или нет? Если затронула, то смогли ли вы выбраться? Потому что это будет прямым указанием на то, затронет ли вас пандемия. Если затронет, то чем для вас все закончится? Очень важен в любом сне финал. Обращайте всегда на него внимание. Друзья, у нас сегодня наши полчаса закончились. Я напомню, что я всегда эфир делаю в пределах 30 минут, потому что нам надо будет его выгрузить потом на канал на YouTube. А для этого сохранить файл. А файлы вот только в пределах такого времени выдерживаются. задерживаются при сохранении и перезагрузке. Вот. Всем желаю мистических прекрасных снов и хорошей реализации. И, конечно, напоминаю, что чем больше вы прислушиваетесь голосу своего подсознания, тем громче он начинает звучать. И еще раскидывайте, пожалуйста, ссылки на этот эфир тем, кто занимается практикой снов. Потому что если вы уже оказались на этом проекте, если у вас дело пошло, такой маленький секрет, хотя на проекте это не секрет, всегда синергия дает очень хороший эффект. Если вы с кем-то из своих знакомых вместе делаете практику, информации больше. И она приходит больше. Вот. На сегодня всем пока. Виктория. Вечер. Всем доброй ночи. Всем пока. Ваша Виктория.